Кузне Здравствуйте! Ух ты! Проходите, спросите, спрашивайте Ручная кофта, художественная Итак, мы попали в Кузню И сейчас нам покажут Мастер-класс по ковке Что вам сделать? Под ковочку можно Гвоздик можно выковать Под ковочку Сейчас у меня нагреется заготовка Рубля Так 1300 градусов Нагревается Железо Максимальная такая температура Становится мягкой Уйдется она на ковальне Разными молоточками Инструментами Я так понимаю Чтобы она до 1300 градусов Прогрелась Надо ждать долго, нет? Ну, минута где-то А, минута? Ну, пока Заготовочка Греется Смотрите, какие тут Заготовочки уже сделаны Надеюсь, они не горячие Ну-ка Не, холодненькие Уже готовые Вон, какая история Выбита Черепашки Я так понимаю Вот сейчас мы будем делать Вот такую Покуп под ковочку Из гвоздя Надо будет поучаствовать Кувалда Нужно будет бить Давно я кувалдой не бил А точнее Никогда Это молоточек Это для меня Ааа Всего Понял Мастер обычно Указывал Указывал Место удара Маленьким молотком Мастер я беру Большую кувалду Кузнец Властелин огня и железа Бо как Прямо вообще профессионально занимаетесь этим делом? Да Уже 20 лет Ну, я так понимаю Это одна из самых знаменитых профессий на Руси Самых таких востребованных Самых древних У меня, кстати, фамилия Кузнецов Поэтому это Можно сказать Не зря я сюда зашел Смит Чмит Шмит OO Сору 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 Петя О! Ебанно! Я только О! Что О! Что О! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стрям у нас немножечко в глазах творится история. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И опять горит. Спрашивайте, какие вопросы по кузне. Какие вопросы по кузне? Это до скольки надо рассказать железо? 1300 максимально, как говорят, довести до белого коленя. До красного коленя? Красный это до 800 градусов будет. То есть белый вообще реально белый? Из цельного вот сделано, без всякой сварки. Вот еще сварки нет. Какие они работают. Ой-ой-ой. И сколько времени ушло такое? Это вот из цельного вытягивается все вот это вот. Здесь уже отдельно, но здесь тоже сварки нет. Это прям каменный цвет. Это сколько на такой цветочек времени вышло? Ну, часа два-три. Так быстро? Это надо вдвоем его делать. Сейчас кувалду надо опять здесь. Понял. Потом куда-нибудь в воду, да? Или в масло? Масло это воронение называется, забалка. Здесь обязательно надо пить по инструменту. Так, это самое сложное. Вместе. Подкова, кстати, на счастье. Первая моя подкова, в которую я приложил руку, хотел сказать, я был сам. Ну, а вчера придумывается изделие. К этому изделию нужно сделать инструмент. К этому же инструменту нужно сделать это изделие. Здесь получается, в принципе, все тоже без сапог. А если с самого начала нужно добыть руту металлическую, чтобы сделать это. Ну, что, как телефон оставляем? Да, можно. Диктуйте. Ну, плюс 37529-990-0402. Кого спросить? Петя. Петер. Все, все звоните по этому телефону, кому нужно что-то выковать. Петр находится в Белоруссии. В принципе, телефон указал. У вас там по художественной кофте. Да. У вас будут самые лучшие заборы во всей Белоруссии. Лучшие розы. И лучшие розы, да, для девочек. Ну, сувенирка, заборы это такое промышленное. А что можете сделать? Ну, заборы поняли уже, что можете. Что вообще спросом пользуются больше всего? Да, ну, можно все. Мебель. А, точно, мебель. Кованая мебель. Вот это вот сейчас, да. Это в тренде. Решетки, перила, каминные принадлежности. Так, сейчас начинаем. А что оно так горит-то? Это чисто угли и все. Это горит каменный уголь, туда поступает воздух. Ага. И повышается температура. Понятно. То есть это снегу поддух тогда, да? Да. Обычно вот такие старины. А, меха. У-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у. У-у-u. Держите. Так. Сейчас будем веселить подкову. Сейчас я выполняю руку подмастей. Я так понимаю, одному это гораздо сложнее все сделать. Ну, такое можно просто положить и... О, улыбочку сделали. Развеселили. Какие смайлики. Улыбаться в госком собрежении. Улыбка. Смотри, Гарри. Прямо улыбка. А, запах прямо улыбка. Да, видео можно будет назвать смело. Как сделать подкову своими руками. В Беларуси. Я бы называла, как добыть счастье. У, горит подкова. Это у нас с собой. Сосколько раз. Всё. Потушили. Твера. Всё? Всё холодненькое? Да. Тёпленькое. Ага. Не холодненькая. Я понимаю, что вас это, как это называется, не берёт. Профессионального кузнеца Но я полупрофессиональный Я кузнец В поколении А у вас не кузнецов? Нет Вы видите как жизнь несправедлива Я кузнецов оковать не умею А человек не кузнецов оковать умеет Вот так все и бывает Господа В общем сделали вот такую подковку Я думаю что я куда нибудь Дома ее привешу Обычно это делается перед входом Обычно вешается чаша вверх Это считается нам удачу Чтобы все заливалось Это такой фэншот Историческое понятие чаша вниз Это такая арка Она оберегает от нечистой силы Главное не важно как повесить Главное всегда позитивно думать Согласен Все спасибо большое Отлично Сколько мы должны за это? 7 рублей Хотим сделать монетку Обычная пустая заготовка На ней ничего нету Сейчас будет такая кузнечная Твердая валюта Так Ровненько ее так доставить Готовьтесь, берите кувалду Как я так понимаю, держи Тут как раз один четкий сильный удар в центр Один четкий сильный, да, сильнее Опачки! Хороший удар Вот, пожалуйста, наш Тухорский майон, так, наш Абрама А с другой стороны Твердая кузнечная валюта Читайте, что там написано Один куй Не будут выдавать зарплату деньгами Будем выдавать куями Спасибо Пожалуйста За то, что научили ковать куи Будем теперь знать, как все это делается Большое спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok